Крапевин Здравствуйте, спасибо вам большое за вашу статью. Я живу на Среднем Урале, недалеко от Перми. Хочу попробовать, смотря на вас, вырастить абрикосы, персики, сливы. У нас это не рискует выращивать. Мне вот это слово, меня прям покоробило. Как это не рискует выращивать? Где? Возле Перми. Да вы между Сибирью и Африкой живете. Как вы считаете, получится? Какие кошки вы мне посадили заказать? Боже мой, что мне делать-то? Вы понимаете, гражданин Крапевин, Сергей, дорогой, я обещал вам ответить. А ведь это надо сейчас мне начать и через три вебинара я закончу. Только на ваш письмо отвечать. А я не мог, я обещал там, это же письмо я, вот видите, я скопировал с гостевой. Вот, что мне делать? Попробую ответить за несколько минут, хотя бы чисто внешне. Первое. Конечно надо выращивать и абрикосы и персики сливы. Но персики, они настолько легко переносят влагу, ну чуть-чуть помочим. Есть варианты. У меня даже есть фотография, заставил Сергей один. Вначале просто ткань. Так, ну как я назову, из органики. Ну вот знаете, из них еще огромные рулоны, тряпки из них эти для уборщиц делают. Ну вот эти, которые полывают. И второе, потом сверху еще вот этот, есть такая под названием пищевая пленка, знаете, да? Пищевая пленка. Вот рулочки такие, раз, раз, раз. Вот. Хотя бы так. Потом, какой-то снег у вас будет. Форма, это я погляд по персике, форма такая. Саженец посадили, половину обрезали, он пошел вот так. Вот. Минуточку. Ой, как долго будет. Так, смотрите. Ну вот и за вас полвебинара тетюг. Полвебинара тетюг. Я сделал, съездил Чернобаеву. Я к нему езжу как к себе. Я называю сад Дубляр из моих этих сделал. Кроме трех-четырех сортов, все остальное мое. А это значит, что я там, это, фотографии делаю. Учу и сам учусь. Вот он, Чернобаев. Сейчас я вам найду персик. Вот. У него в этом году, у него всегда потеплее. Может быть там было 35, может 37. Где уже персик-то? А вот он персик, видите? Вот. Смотрите. Ну, конечно. Это уже поколение второе. Это уже без меня. То есть он брал, выросил мои саженцы. Получил семки, получил косточки. Из косточек выросил семечки поколения. Ну, мелкие. Ну, что ж. Ничего. Зато такие. Это Сибирь. Знаете, самое интересное, когда... Фух, какая мелочь. Это типа как лиса у Эзопа. Не допрыгнула до спелого винограда и сказала. Тьфу, виноград зеленый. Потому что допрыгнуть не могла. А вот это все. Но самое интересное, вот видите, кажется, что он не укрывной. Нет. Я сделал еще фильм, кто видел. Это просто удачный такой снимок получился. Или наоборот неудачный. Вот. Все, что было у него под укрытием, то и подоносит. Вы же переговорщиков, пересиков нет. То есть, он эту зиму страшную пережил. И он с урожаем. Я сейчас клянчу. У него косточки есть. Я говорю, ну, полсотни. Ну, ты же просил десять. И вот так я вот говорю. Ну, этими женами, девочками. Так, теперь. А почему клянчу? Потому что он-то укрывал, я-то нет. А вот еще одна фотография. Ох, вот. Ух ты, здорово. И вот, несмотря на то, что они на такой высоте. Ну, это еще год прошел. Поднялись. А так-то это все. Это было вот так вот укрыто. Так, теперь. Уважаемый Сергей. Вы уже поняли. Что персики вырастить можно. Тем более, что их вырастить даже легче, чем абрикосы сливы. Ну, огромное абрикосовое дерево. Да, из сливового. Их уже не укроешь. Вот. И потом абрикосы, они эти, гордо говорят, засухоустойчивые. Но на то влага неустойчивая. Поэтому абрикосы укрывать бесполезно. Только изгнорить. Как их растить? Ну, у меня так. Часть сада, это абрикосы, непривитые. А часть сада привитые. Значит, в некоторых гаражах до сих пор не рассказывали. Стоят жигули. Зачем стоит? Ездят на Мерседесе. А в гараже стоит жигули. Уже никто не купит. Вот. Ностальгия, раритет. Бывает, что чем старше тот же жигули, тем и дороже. И такое бывает. Вот. И также абрикосы. Есть попроще. Ну, как получилось? Вот эти... Понимаете, вот... Показал бы сейчас сотни фотографий. Вы бы с ума сухой. Вы бы сейчас побежали за валидолом. Я обращаюсь к Сергею Крапивину. Вот. Даже из-за этих, из-за манчжурцев. Все сыновья манчжурцев лучше, вкуснее, сладче, крупнее, чем дерево патриарха. Какие к черту дички и жердели гадели. Помнишь это, Юр, как нас с тобой? А? Мошенничество. Свободное пыление. Вырастут жердели, вырастут дички. Помнишь? И хоть бы один. У тебя же уже выросли абрикос. Кстати, Керчики тоже выросли. А, брат. Я обращаюсь в данном случае к Кирилю Владимировичу Женезову. Который живет в Краснодарской области. Там так же, как у вас. На Урале, да? Возле Перми. Точно так же никто ни во что не верил и не верил. Я получил десятки писем, где люди пишут, кому нам верить. Мы обращаемся к Агронову ближайшему. Мы обращаемся в официальное, допустим, питомник. Который выращивает полкультурки. Там, в основном, да, тоже ималось там. Ну, сами понимаете. Чего растет, то растет. И они все говорят. А персики расти не будут. Абрикосы расти не будут. Вот. Ну, и черес, естественно, не будет. Видишь, Европа потеряла. Потеряла по глупости. Потому что ученые так и не поняли, почему у них деградировала слива. Так и не поняли. Вот. Хотя пытался рассказать об этом. Но для того и кнопка под столом, чтобы отключать микрофон, когда говоришь то, чего не нравится ученым. И вот получается, что абрикосы непривитые и еще привитые. Непривитые абрикосы привучены к привитым абрикосам. Привитые привучены к непривитым. Позади огромная работа. Это примерно государственная премия. И должно быть так. Вот у меня не получится, да? А у Сергея Савинича может получиться на пару. Как? Значит, единственное, что случится когда-то, может быть чудо. Извините, возвращаюсь к этой теме. Горькой теме. Несколько гектар. Конечно, это должно быть абсолютное научное учреждение. Потому что, ну что толку? Никто же так и не приехал. Даже посмотреть. А вдруг правда? А вдруг все это правда? Что я говорю, да? Вот. А солидное учреждение вдруг где-то кого-то крыша снесет. У какого-нибудь крупного руководителя. Или олигарха. А вдруг перед концом жизни вдруг он скажет, Господи, я тут столько заработал. Да хоть немного на садоводство потрачу. Ведь там же все равно же кто-то... Вы знаете, чем ближе к этому. Ведь все практически нобелевские говорят и верят в Бога. Рано или поздно к этому приходят. Настолько сложна Вселенная. Настолько она... Это невообразимо. Я пытаюсь понять то, что поняли они, вернувшись к Богу. И мне страшно становится. Мы же себя опустили. Опустили до этих самых землеройки. Вот этой вот. Которая родственница крыши. Наши предки. Фу. И вот почему я говорю. Значит. У них может получиться. Под чутким вопросом вот такого профессора, как вот, допустим, научные руководители. Это, естественно, грант. Огромный грант. Десятки, сотни миллионов рублей. На зарплату. На жилье. На то, чтобы командировки по всей стране. Еще несколько наших ребят. Которые вы их уже всех знаете. Таких настоящих ребят. Вроде Троценко, там, Матвеева и так далее. Всех. Хлопцы, гоп до кучи. Эти самые. Девчата, гоп до кучи. И тогда, через пять, максимум десять лет. Ну, государственная премия уже не светит. Хотя я давно заработал. А у вас и шанс еще есть. Вот. Только не смейтесь надо мной. Шанс есть. И номинантом, стать номинантами хотя бы на Нобелевскую премию. Потому что вы, выступая уже от научного учреждения. Тогда уже им не стыдно будет. Сейчас тоже меня номинировать будет. Сами подумайте. Вот. Самозваться. И вот я к чему говорю. Везде. В Перми. Вот сейчас, если брать в целом. Ой, сейчас нет уже времени. Возможности. Я сейчас буду делать два фильма. Вот. И там об этом буду рассказывать. Потому что из косточки можно выращивать шедевр. А у меня много примеров. А их никто не знает. И второй этап. Это я уже обращаюсь к Крапивину, Сергею. Будете вы. Может быть это вы. А вдруг он 25 лет. А может быть это вы. Номинант на Нобелевскую премию. Потому что всего-то там будет выписать пару тысяч костик. Вы же сами хотите этим заниматься. Да. Вот. Если вы. С умом. Со статификацией. Я показывал процент схожести там. Под 90. А кто их считал. Может и все 100. Или 99. А потом значит. Вы еще. Пока я же выписываю мне черенки. А вдруг завтра у меня черенки. Ни вам. Никому. Из сотен. Кто меня смотрит. Больше никому никогда не достанется. Ни вот это медовое. Ни вот эти абрикосы. Помните фотографию. И вот я. Хочу сказать. Что. Значит. У вас такие шансы есть. И хорош шансы. А слива. Все слива. Вот. Сало как сало. Уже. Если уже слива не вырасти. Ее только посади. Пошли отводки во все стороны. Каждый отводок бесценен. Не уничтожать их. Я. Ребята. Это. Из меня. Сами слова эти. Выходят. Потому что. Если я. Сто человек. Как. Допустим. Последний. Сто человек. Мне. Звонили. Ну. За год. За два. За три. И говорили. Какие у вас слива. Я бодро говорю. Китайки. Вот. И начинаю рассказывать. Их. Так красиво рассказывают. А у них фотографии. 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 Роскошь. Такая. Вкусная. Сладкая. Довольно крупная. Вот. Китайки. 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 И все. Цвета радуги. Вот. Так получилось. И. Вдруг. Вопрос. А. Дают отводки корневые. Я говорю. Да. Да. Дают. И только что. Какое счастье. Что они дают. Такие. Подвои. И. Пей. 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 Она билựбилась. Хотел потом. А может не сегодня. И. Так. Мы опять у моего друга Чернобаева. Который у меня... Взял щеленьки, перенес. Слева на слева. Венгерка. Венгерка. А? Великолепная. Вот спросите меня сейчас. То ли Сороченская. То ли Богатырская. То ли Грация. У меня их 3 Венгерки. Они похожи. Черт ее знает. Потом этот человек Вот Пошел против всех правил И привил на абрикос Еще на культурный Внимание Видели? Ну снимок плохой Ладно, следующий А потом, наверное Я пролежу ниже Я хотел вам показать почему Сейчас Слушайте, может быть мы пойдем по порядку Потому что Дальше все пойдет своим чередом Да, по порядку Хотя я хотел похвастаться На данный момент А вдруг не дойдем А время идет А уже почти час говорим Вот это вот Получилось у него Как детективный гибрид Косточки с нее Его почерк, видели? И это на всю страну Вот, смотрите Нет, еще такой кулечек будет И это все на всю страну Он еще не все собрал Принцип тоже Должен упасть Итак Что вырастет теперь В свою очередь Из этой А хрен ее знает Если опять Синяя Внимание Если опять Куда-то у меня делось Если опять Синяя Значит Сказки конец И все на этом А если розовость Сохранится Тогда Вегетативная гибридизация Существует Пусть у меня Десятки примеров Но я не брезгую ни одним Вот Видите Это на заработок С ним вместе На пару А для вас Возможность Из косточки Вырастить Будет ли она такая Или она будет Помельче Я не знаю Вот Но Кто захочет А тут Всего-то Три десятка По десятку Купят На этом и кончится Вот Пока Такая Немножко Врусная сказка Потому что Потому что Подробнее говорить Я не смогу Какие косточки Вы мне посоветовали Заказать Ну как в том В этом мультфильме Чего у тебя больше Сосисок или котлет Ответ И того побольше И того побольше Значит у меня есть Каталог Всего правда Два человека В этом году Так поступили Вот Там допустим Пятьдесят именований Примерно Может шестьдесят Вот Ну Умножим допустим На двадцать Двадцать пять Это может быть Со скидками Ну десять тысяч Кто не пожалеет Вот Я же не говорю Что у вас есть Десять тысяч Может двадцать тысяч Это Предел мечтаний Десять тысяч Закажите Сорок кост Тут уж ни скидок Ничего Какие Например Абрикосовые Например Двадцать Манджурских Абрикосов Ну сыновей Потому что Чистый Манджурец Осталось Вот столечко В банке Вот Чистый Манджурец Заканчивается Чистого Сманджурца Урожай этого года А сыновей побольше Тогда Двадцать сыновей Двадцать Культурных Какие Ну помните Я хвастался Баева Он может быть Вот такой А может быть Вот такой Вот Один из самых Как бы Один из самых Ветеранов Крупность не потерял Я показывал Предельное Урожай Вот Такой пример Слива Конечно На первом этапе Китайская слива Если вы закажете Вот эти вот Ну Значит Хорошей вам Дороги Удачи Пожалуйста Ну есть еще У меня У меня еще есть Этюд У меня еще есть Евразия 21 Только сувениров В этом году Нет Ну нет Нет Не урожай Угробил я Пустые Они еще живы Но Урожай Вот такой Без все Смотреть И да